Всем привет! В этом ролике я покажу, по какой цене можно купить варианты телевизоров в Америке и какие варианты можно купить телевизоров в Америке. Опять, мы сегодня говорим о том, что сеть очень большая, одна из самых крупных магазинов Best Buy, она сейчас закрыта к доступу временно, но мы можем попасть в магазин Target, это обыкновенный магазин с обыкновенными ценами, они где-то чуть-чуть выше, где-то чуть ниже, но бывают совершенно замечательные акционные товары и, поверьте, цены не впечатляют. Прям иногда можно за хорошие деньги, по хорошей акции купить здесь товар дешевле, чем в любом другом магазине, в том числе в интернет-магазине. Давайте посмотрим, мы сейчас посмотрим с вами про телевизоры, то есть какие варианты есть телевизоров от маленьких до больших, сколько они стоят и что это за марки. Значит, ну давайте посмотрим, вот есть такие варианты, смотрите, 119 долларов, 99 центов, 120 долларов, можно купить вот такой 24-дюймовый небольшой телевизор, который легко подойдет для кухни, для чего-то еще, там в детскую, например. Значит, вот вы видите, чуть-чуть побольше, 32 дюйма, 169, 169, ну 170 долларов практически. И телевизор Samsung, естественно, у него, видите, здесь тоже представлены все-все-все системы, плюс, естественно, уже установлены YouTube, Hulu, это местные, местные компании, которые предоставляют интернет-телевидение, всевозможные фильмы и прочее. Значит, вот такой телевизор Samsung, это у нас сколько, 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 32 дюйма 4 серии, он стоит 180 долларов, мы видим с вами. Передвигаемся дальше. Значит, телевизор 32 дюйма, опять-таки Samsung, да, почему-то вот этот вариант стоит 160 долларов. Не знаю, честно говоря, почему, вроде так же, либо ценники перепутаны, м 45 на 0, м 45 на 0, все то же самое, видимо, просто ценники. Значит, вот этот вот элемент, сразу говорю, я не знаю, что это за элемент, кто это производит, но в целом, обратите внимание, стоимость у него для 40 дюймового 230 долларов, в принципе. Так, телевизор LG, небольшой 24 дюйма, это на сегодняшние полки, это самый дешевый телевизор, стоимостью 110 долларов, на 9 долларов дешевле, при этом 24, 24, вот это вот одинаковые у них диагонали, но вот так вот. Вот такие, кстати, вещи можно купить акционно, если коробка, допустим, у вас там повреждена, можно купить дешевле зачастую, магазин, сам магазин может вам сделать хорошую скидку. Телевизор также специальный гарантий, то есть он абсолютно нормальный, надежный, но бывает. Значит, 200 долларов 32 дюйма, Vizio, компания, и вот можно посмотреть набор сразу, который идет с загруженных уже приложений, ну, в принципе, вполне себе. Естественно, он имеет все, что необходимо, по полной программе, то есть отличает всем, всем, всем требованиям, которые нужны. И давайте посмотрим, вот что здесь вот. Кстати, компания TCL, это, скажем так, относительно американский бренд, естественно, собирается в Китае, но считается, типа, местным брендом, вот. При этом на него, как вы видите, совершенно замечательные цены есть, 259, то есть 260 долларов за 40 дюймов. 40 дюймов, это вот, а он же представлен, 429, 229 долларов. Честно говоря, просто другая, видимо, марка 259, 200. И, кстати, вот видите, здесь сказано об экономии электроэнергии, то есть энергозатратность его высчитана и показана, какова энергозатратность. Значит, дальше. Дальше мы с вами видим 43-дюймовый телевизор, 320 долларов. Visio, это у нас LG, и внизу у нас представлен элемент. В принципе, LG самый дорогой, самый дешевый элемент, я даже не понимаю. Ну, тут, в принципе, качество картинки вроде, как заметно, что почему дешевле. Возможно, поэтому. Так, смотрим, 43 дюйма, продолжаем Samsung, 300 долларов он стоит. И рядом, видите, на ценнике написано 50 дюймов, 349, ну, 350 долларов. На самом деле, ну, так скажем, вполне себе приемлемая цена, не самая такая прям лучшая. Но сейчас мы посмотрим, что еще мы можем взять по акции, что есть. 43 дюйма телевизор, какой-какой-какой, вот какой-то вот такой. Vesting House, не знаю, что это такое, 250 долларов. Вот такой вот бренд. Значит, сюда переходим, по-моему, знаменитый немецкий бренд, если не ошибаюсь, 329 долларов. То есть, ну, 330, считайте, долларов. И наверху 49 дюймов, 380 долларов представлен. Ну, в принципе, 49-43 тоже еще, а, ну, подешевле чуть, да. Вот такие вот расценки. Так, внизу мы смотрим визио. 330 долларов за 50 дюймов. Вот, значит, здесь мы переходим, смотрим, 55 дюймов, уже такой достаточно солидный телевизор, тонкий, 379 долларов. Значит, наверху 500 долларов стоит вот 55-дюймовое видео. Дальше мы переходим, смотрим. Вот, скажем так, уже такой ТЛС 65 дюймов, то есть достаточно солидный для зала телевизор. 750 долларов стоимость его. И внизу 55 дюймов, 450 долларов. Вот это, кстати, то, что я говорил, это какие-то акционные вещи. 4К, 450 долларов, обратите внимание, 55 дюймов. То есть, в принципе, достаточно так, ну, неплохой вариант местной марки. Не знаю про качество и прочее, кто знает об этих марках, напишите, будет интересно. Значит, что еще здесь представлено? Выбор здесь не самый большой, поскольку магазин все-таки не профильный, а просто один из отделов продает телевизоры. Вот за 1600 долларов Самсунг, да, Самсунг, Самсунг, Самсунг. Вот такой вот Самсунг. Ну, в принципе, наверное, да, 50 дюймов. Это у нас что? Это Самсунг тоже. Вот, вот такого вот плана 500 долларов стоит. 55 дюймов, 1000 долларов стоит. Ничего себе, Самсунг. Ну, видимо, чистота кадра другая. Вот так, 250 долларов. Посмотрите, вот это какой-то Вестинг Хаус, 43 дюйма. Так, ну, все сами переверите на нынешний курс. Я не знаю, когда этот ролик выйдет точно и как не будет меняться курс. Ну, вот, к примеру, можно посмотреть. Ну, и пошли какие-то совершенно уже такие дорогие последние там телевизоры, 1700 долларов. Ну, наверное, оно того стоит, не знаю. Кстати, не забывайте, когда вам продавцы рассказывают о том, что... Обратите внимание, какое качество изображения. Посмотрите, вот этот стоит, допустим, при одинаковой диагонали, но качество изображения вы видите там и там, допустим, разное. И тот стоит 1000 долларов, а этот стоит 1700. И вам говорят, ну, вы видите, какое качество изображения. Не забывайте, что когда вы смотрите телевизор, качество изображения у вас будет везде одинаковое. То есть, в принципе, и на том, и на том, так как, допустим, вещание стандартных не HD телеканалов идет, по сути, ну, в таком среднем качестве. Поэтому часто ли вы смотрите на каких-нибудь Blu-ray, не знаю, ProLayer или HD изображения, не так часто. Поэтому давайте смотрим дальше. 55 дюймов стоит 800 долларов Sony телевизор. Значит, внизу LG мы видим 65 дюймов 700 долларов и 70 дюймовый стоит 900 долларов. То есть, в принципе, 70 дюймовый телевизор, это у вас практически к вам кинотеатр домой встает, понимаете? Поэтому стоит он те же самые 900 долларов и, поверьте мне, вы получите массу удовольствия. Значит, вот что мы здесь видим еще. Это мы видим 600 долларов. Что у нас за марка? Марка Видео, вот мы видим. И 600 долларов тоже марка Видео. То есть, ну, такая популярная местная какая-то марка. В принципе, я спрашиваю продавцов, когда выбирали себе телевизор, я все равно выбрал себе LG, но при этом они сказали, что лучше возьмем LG. То есть, ну, так, в принципе, я переплатил там 80 долларов и взял LG. 65 дюймов, посмотрите, отличное изображение, отличное качество и стоимость у него 900 долларов. Это сам ценник. Ну, очень приемлемо по цене, отличный вариант. И при этом, пойдемте посмотрим, что еще есть акционного вот здесь вот у нас. И вот, как я вам говорил про акции, обратите внимание, есть перечень товаров, которые может вас приятно удивить. Ну, например, когда вы берете телевизор, посмотреть просто себе, в принципе, замечательное обыкновенное кино и телепрограммы, обратите внимание, 600 долларов, 4К, Видео, всего 600 долларов, 65 дюймов. И вы посмотрите, какой он огромный. Вот я рядом с ним встану, огромнейший телевизор, 65 дюймов. И всего, в принципе, 600 долларов, имея все функции, которые только вам необходимы, набор всего, только чего угодно, и вам хватит за глаза с использованием 4К формата, который вы вряд ли вообще будете использовать. Но, тем не менее. И тут же за 600 долларов есть такой же 65 дюймовый вот этот вот TCL, который, скажем так, ну, отличается, я думаю, только маркой. При этом, по-моему, если не ошибаюсь, это еще технология андроида стоит у него. Ну, врать не буду, кто больше там разбирается, скажет точно. Тем не менее, сегодня я вам показал среднестатистические, можно ли найти дешевле? Можно. Но показал среднестатистические цены обыкновенного магазина Target в Соединенных Штатах, в центре Майами, вот с такими вот ценами на телевизоры. Вы имеете право об этом знать. Субтитры сделал DimaTorzok